Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. 14 часов 4 минуты. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов, Лера Майорова и наши гости. А гостей у нас сегодня много. Целых три человека. Марина Зубова, директора благотворительного фонда «Гольфстрим», Надежда Гура, куратор выставки, и Егор Рогалёв, художник. Тот самый художник, который эту выставку будет освещать своим творчеством. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Итак, интересное мероприятие в столице России, в городе Москве проходит. Рассказывайте, что, где, куда нам пойти и когда это сделать. Кто начнёт? Марина, давайте вы. Я хочу сказать пару слов о том, что эта выставка была задумана как выставка интерактивных арт-объектов, доступных для всех людей, в том числе и для людей с особенностями развития. То есть представленные произведения современного искусства, они доступны для понимания людей с особенностями развития, для взаимодействия. То есть их можно трогать, в них можно погружаться. И они несут реабилитирующий характер, в основном сенсорного направления. То есть если человек с особенностями развития хочет посетить выставку, то она ему будет доступна, он поймёт смысл и содержание этих арт-объектов. Но хочется сделать акцент, что эта выставка задумана как площадка инклюзивная для взаимодействия людей с особенностями развития и здоровых людей. То есть на выставке мы ждём абсолютно всех, очень много планируется мероприятий, совместной деятельности и каких-то вот интересных мастер-классов и перформансов для посетителей. А как вот пришло вообще это название «Искусство быть»? Вы знаете, есть несколько, так скажем, ну, это взято название из философии. То есть глагол «быть» подразумевает полностью существовать, полноценно существовать в этом мире. То есть искусство полностью существовать, ну, если так вот расшифровать полностью, да, искусство существовать самому человеку в этом обществе. Но я вот как человек не очень просвещенный в вопросах современного искусства. У меня при словах «современное искусство» всё время возникают такие инсталляции, что жизнь — это пластик, или мы там люди, которые всё потребляют и сливают свою жизнь в канализацию. А какие-то позитивные моменты современное искусство освещает? Вот именно для таких людей, у которых крайне негативное представление о современном искусстве, мы сделали эту выставку. Потому что, на самом деле, мы работали с игровой концепцией такого разомкнутого пространства. Если говорить про название «Искусство быть», это тоже такой конструктор, мы думали. «Искусство быть», «Искусство быть собой», «Искусство быть вместе», «Искусство быть другим». Мы рассматриваем все эти грани. А что касается негативных коннотаций вокруг понятия современное искусство, для нас очень важно, что на этой выставке представлены новые проекты, мы спродюсировали создание новых работ, и мы изначально ставили перед ними задачу сделать такие проекты, работы, которые будут понятны абсолютно всем, и которые подразумевают активное взаимодействие между публикой, посетителем и объектом искусства. И поскольку это абсолютно такая большая игровая площадка, она будет интересна и детям, у нас уже очень хорошие отзывы от родителей с детьми, которые приходят и думают, «Вау, оказывается, современное искусство — это несложно, это наоборот здорово». Вот мы создали такую экспозицию, в которой каждая работа вас заставляет думать о том, что современное искусство — это здорово и понятно, а не страшно и как-то недоступно обывателю. Друзья, Государственный центр современного искусства. Вы приходите с детьми, возрастное ограничение 6+, то есть можно на весь день прийти. Какие часы работают? Часы работы. Понедельник-выходной, как во всех музеях. Поэтому вы сегодня у нас, да? Да, да. Нет, ну у нас-то рабочий день, просто экспозиция не работает. Рабочие часы. Вторник, среда с 12 до 8, четверг, пятница, суббота с 12 до 9, и воскресенье тоже с 12 до 8. Зоологическое 13, строение 2. Все правильно, да? Да, верно. Все, приезжайте, друзья, наслаждайтесь, ходите всей семьей. По поводу того, что там можно посмотреть, мы поговорим еще, но сейчас небольшая пауза. Будьте в компании «Страна.ФМ». Друзья, мы продолжаем. Марина Зубова, Надежда Гура и Егор Рогалев. В гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» мы рассказываем про интересное событие, которое называется «Искусство быть», и выставка продолжается до 6 мая, правильно ли я все говорю? Да, правильно. Вот, можно прийти, много чего интересного увидеть, и вот разные арт-объекты. Давайте-ка расспросим Егора, что за... Нет, давайте прямо сначала начнем. Егор, вот с точки зрения именно художника, что такое современное искусство? Ну, здесь, мне кажется, важно начать с того, что современное искусство, оно не про красивые объекты. И, в принципе, не совсем про красоту, а скорее про возможность как-то рефлексировать на тему социальных процессов, социальных явлений. То есть все-таки грусть такая нет. А почему грусть? Трезвость. Нет, это трезвость, осознанность и какая-то надежда на то, что мы можем на эти процессы влиять и как-то менять. То, что происходит. Конечно, искусство само по себе вряд ли может как-то радикально изменить мир, но оно может эти изменения как-то взращивать и подталкивать к этому. Поэтому я думаю, что, безусловно, тема выставки и вообще этот контекст, он является очень важной частью вообще социальной жизни как таковой. То есть искусство современное — это правдивое отражение того, что происходит. Не отражение. Я думаю, это немножко сложнее, чем просто отражение. Что это? То есть это создание каких-то новых возможных миров. Отражение — это, простите, возвращение к античной концепции мемесиса, да? Когда мы реальный мир пытаемся отразить в искусстве. Ну, повторить его в чём-то, да? Повторить, отразить, выразить и так далее. А современное искусство, оно сложнее. Оно, скажем, в диалоге с реальным миром, оно не пытается его копировать. Вот интересно. А вот просто вот современное искусство, да? Человек, он сначала учится на какого-то классического художника, а потом плавно перетекает туда? Такое бывает очень редко. Ну, я вот могу по собственному опыту сказать, что я начинал с фотографии, с документальной фотографии. И потом мне вот эта сфера показалась довольно ограниченной и узкой, потому что современное искусство, оно не про конкретные технические средства выразительные, не про конкретный медиум. То есть здесь может быть и видео, и скульптура, и всё это складывается в какие-то конфигурации интересные, которые рождают какие-то новые смыслы. Поэтому это то, что это такая территория свободы, которая не ограничена вот каким-то одним выразительным средством. Егор, технологии, они как влияют? Из года в год всё-таки они меняются? Применяются ли они в современном искусстве? Конечно, конечно. Но тут вопрос даже не применения технологий, а скорее какого-то анализа того, как эти технологии влияют на нас, на наше восприятие, на то, как работает наше внимание, на то, как они в принципе меняют жизнь. Ну вот вы сказали, что нужно взращивать определённые отношения. Вот на этой выставке «Искусство быть» что конкретно взращиваете вы? Ну, я могу сказать, что для меня вообще этот опыт очень важен с той точки зрения, что, как мне кажется, для людей с особенной системой восприятия, взаимодействие с миром — это всегда очень напряжённый и активный процесс. И, на мой взгляд, сейчас вот как раз благодаря технологиям, которые предполагают такие очень пассивные режимы потребления информации, внимания и так далее, мы постепенно, большинство людей, как бы начинаем терять эту интенсивность. И мы видим, что у людей с особенностями восприятия развиты какие-то другие возможности, которые мы, в принципе, тоже можем себе развивать. можем смотреть, как работает внимание, как работает эмпатия. Эмпатия, как бы, она, естественно, развивается, она становится очень интенсивной. И это такой, как бы, опыт, который может трансформировать нас самих. А что касается самих этих людей, то есть мнение, что для них, как бы, искусство — это что-то второстепенное. И, в первую очередь, важна какая-то материальная и социальная поддержка. Я уверен, что это не так. Я уверен, что для какой-то полноценной социализации и самоактуализации этих людей искусство играет очень важную роль. Немного музыкального искусства прямо сейчас на телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, если вопросы нашим гостям хотите задать в контакте «Страна.ФМ», можно написать, есть публикация, посвященная их визиту. Также номер 8909-928-189, смс, ватсап, вайбер, пишите. Дамы и господа, мы продолжаем разговаривать про выставку «Искусство быть» и приглашаем к разговору наших гостей. Давайте посмотрим, расспросим Егора, что же там Егор на этой выставке представлял, представляет. Да, моя работа представляет собой перформанс при участии, собственно, слабослышащих перформеров. И это работа о такой достаточно трагической части нашей истории, о периоде большого террора, сталинских репрессий и, наверное, «Ленинградское дело глухонемых», которое послужило, в общем-то, отправной точкой для этой работы, это одна из самых таких ужасающих и абсурдных частей вот этого исторического периода, потому что она затронула людей с особенностями восприятия и сработала это, конечно же, в первую очередь на уровне фобии, фобии, которую люди испытывают к другим, к тем, кто как-то воспринимает мир иначе, использует для коммуникации какие-то другие способы. Вот, собственно, в 1937 году было сфабриковано дело в отношении группы, как мы сейчас говорим, слабослышащих людей с обвинением в создании террористической организации. Вот, и в результате этого около 50 человек были расстреляны. И что интересно, задержание основных подозреваемых произошло в момент репетиции спектакля, «Как закалялась сталь» Николая Островского, который был приурочен к 20-летию Октябрьской революции. Здесь важный момент для меня, что вообще очень сложно говорить о таких событиях. И, в общем-то, вообще, как считают многие исследователи и теоретики, в данной ситуации наши привычные вербальные способы сообщения и коммуникации, они уже утрачивают свою силу, утрачивают свои возможности, потому что это насилие, вот эта травма, она как будто выталкивает людей за пределы культурного контекста, где язык уже перестает работать. И параллельно с изучением этой истории ко мне попали тексты Андрея Смирнова, человек, который занимался термен-центром в консерватории и который в итоге очень сильно помог по технической части, то есть предоставил инструменты и как-то вообще обеспечивал техническую поддержку. И в этих текстах он писал о взглядах психофизиолога Николая Бернштейна, который, анализируя авангардные практики того времени, авангардные практики извлечения звука, в общем, сравнивал жест, рассматривал жест, то есть некое целенаправленное движение, как функциональный орган. И таким образом, ну, это, в общем-то, определило название работы орган памяти. И перформанс сам по себе заключался в том, что пять человек подходили к двум инструментам термин-вокс, а термин-вокс, это, если кто-то не знает, это такой, в общем-то, выглядит как такой ящик с антенной, который реагирует на движение руками и трансформирует это движение в звуковой сигнал. Инструменты были настроены так, что эти звуковые сигналы были доступны и для самих перформеров в виде колебаний и вибраций, и, как выяснилось, воспринимались ими даже более интенсивно вообще, чем нами, обычными людьми. То есть была некая обратная связь, когда ребята зачитывали отрывки, они трансформировались вот в такой достаточно какое-то такое тяжёлое довольно для восприятия звуковое полотно, но, в общем-то, разговор о таких событиях, он и предполагает, что это не очень-то, в общем, легко. Слушайте, вот действительно кажется, что современное искусство — это что-то простое, да, а получается такая многогранность, многоступенчатость, такая историческая подоплёка. Давайте вернёмся обязательно к обсуждению этой темы буквально через несколько мгновений. У нас сейчас небольшая рекламная пауза. Дамы и господа, мы продолжаем разговаривать. Напомню, Марина Зубова, Надежда Гура, Егор Рогалёв в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы вам рассказываем про выставку «Искусство быть», которая до 6 мая проходит в Государственном центре современного искусства. Приходите. Так я вот всё Егора в покое никак не оставлю. Я хотел бы узнать, какая была обратная связь у тех людей, которые приходят на выставку, да, то есть они же не знают всей вот этой вот предыстории перформанса, перформанса, да? Это перформанс? Всё правильно, да. И как они реагируют? То есть что они говорят? Мурашки у них побежали по телу? Это эмоциональное восприятие или как? Знаете, для меня было важно, конечно, как-то всё-таки объяснить и описать, что это и для чего это делается, и почему это важно, и поэтому я выступал предварительно со вступительным словом, где, собственно, всё это и рассказывал. И мне кажется, что большинство людей, которые пришли, включая людей с особенностями восприятия, они были всё-таки более-менее в курсе. Вот. А что касается отзывов, то был такой, я услышал такое мнение, что некоторые люди, которые именно высидели до конца, потому что это было достаточно тяжело, и, собственно, и не предполагало такое, как бы, прослушивание прямо от начала до конца, они на какой-то момент сами потеряли речи. Вот. Но даже у тех, кто зашёл ненадолго, отзывы, в общем-то, исключительно положительные. И... Ну, как говорят, это сильно, да, говорят? Ну, это работает. Вот в современном искусстве важно, чтобы это работало. То есть важно, чтобы произведение было, может быть, простым и лаконичным по форме, но отсылало к каким-то достаточно сложным смыслам или явлениям. Чтобы люди задумывались, да, действительно. Егор, это был перформанс, он прошёл когда-то, да, в реальном времени. В эту субботу, да? Вот. А будет ли ещё что-то? Что нам ещё ждать? Потому что... От меня ещё одного, собственно, ну, ещё одного воспроизведения этого перформанса уже на другой площадке. И я думаю, Надежда про это подробнее расскажет. Во-первых, перформанс, который прошёл в эту субботу, 9 марта, документация появится внутри экспозиции, то есть документация перформанса, который был показан в субботу, видео будет показано, будет доступно в выставочном зале. А кроме того, будет вторая реинкарнация этой выставки. В июне мы будем показывать избранное из этой выставки в аптекарском огороде. А ещё чуть позже, в августе и сентябре, мы поедем в Нижний Новгород. Там есть площадка нашей сети Государственного центра современного искусства «Арсенал» в Нижнем Новгороде. Это тоже хорошо известный центр современного искусства, популярный в городе. И поскольку у них своя очень обширная программа развития инклюзивной среды, естественно, мы хотим сотрудничать с нашими коллегами, и мы тоже привозим туда нашу выставку. Надежда, ну пока вы не уехали, надо рассказать, что и сколько раз можно сходить на выставку. Да, сходить можно много раз. Вот как раз мы только что вы спрашивали Егора про отзывы, я могу сказать, какие отзывы на выставку. Я только что посмотрела, мне прислали медиаторы отзывы из книги отзывов, и я смотрю, каждый первый спасибо, спасибо за помощь, спасибо медиаторам, очень понравилось. Это очень важно отметить, что у нас 4 дня в неделю, четверг, пятница, суббота и воскресенье, на выставке работают медиаторы. С 3 часов дня они готовы встретить любого посетителя и провести ему индивидуальную экскурсию. Это очень помогает. Как раз мы говорим о том, что мы налаживаем диалог между публикой, которая, может быть, не очень хорошо разбирается или не очень любит современное искусство, но мы ей даем такого проводника, который все расскажет, покажет, объяснит, заинтересует, развеселит и никогда не оставит в одиночестве, если вы того не хотите. То есть прийти можно первый раз самостоятельно ознакомиться с выставкой, второй раз можно пройти с медиатором, а третий раз у нас на этой неделе должен появиться игровой аудиогид. То есть это будет такой спектакль-променад, это сейчас очень популярный в Москве жанр, а мы в рамках экспозиции делаем приблизительно то же самое. То есть вы самостоятельно с аудиогидом идете, и вам аудиогид что-то такое рассказывает, но поскольку там есть сценарий, секретный очень, очень долго. В наушниках он говорит, да? Ну, это не наушники, это трубка такая, которую вы держите у уха, музейный аудиогид. Но, тем не менее, это не просто аудиогид, посмотрите направо, посмотрите налево, это работа такого художника, это работа такого художника. Это вы можете прочитать на стене на этикетке. А здесь вам драматургия выстраивается вокруг каждого произведения. И я думаю, что это еще один опыт, еще один слой на выставке. То есть вот есть выставка самостоятельная, абсолютно экспозиция, вот это, скажем, первый этаж, и есть второй аудиогид. То есть если вы хотите, вы можете в рамках той же экспозиции получить совершенно другой опыт. Слушайте, ну круто. Давайте у нас посмотрим, есть фотографии. Вы будете комментировать. С удовольствием. Давайте посмотрим эфир Страны ФМ. Запускайте, Николай. Вот, что это такое. Первая работа со светящимися такими панелями, это работа Дарьи Боголюбовой-Кузнецовой. Очень интересная работа, потому что Дарья не художник, она специалист-реабилитолог. И это такая в масштабе, в большом масштабе реализованная детская игра, где можно вот эти светящиеся желоба, из них выстроить какую-то траекторию на магнитной стене, вы их можете сами переставлять, они легко отрываются оттуда и крепятся на то место, на которое вам больше нравится, и запустить по ним шарик. Дети пребывают в полном восторге, потому что это затемнённая комната, где яркими цветами светятся эти желоба, вы можете выстроить свой лабиринт и запустить шарик. Так, отлично. Вот это динамик или что? Да, это динамик. Здесь маленький фрагмент показан. Это работа Сергея Филатова, называется «Ротатор-4». Это звуковая скульптура, где вы тоже объект интерактивный, на стене четыре колонки, и ротатор похожий на стрелку от часов. Вот он крутится, как есть метроном, который влево-вправо, а это вот такая штука, которая крутится по кругу. И вы ручками регулируете сами темп и уровень звука. То есть глубже, выше, более приглушённый, или громче, или тише. И вот вы сами моделируете эту звуковую скульптуру. А кроме того, поскольку вы существуете в этом пространстве, она ещё звуковая волна, этот звуковой поток, он резонирует с вашим телом, и как раз это доступно для восприятия, в том числе для слабослышащих, потому что там звуки такого, как бы, так сказать... Диапазона, да. Энфронизм какой-нибудь там, да, что-то такое. Что, простите? Энфронизм какой-нибудь диапазон. Ну, достаточно низкий звук. Да, низкие звуки, да. Но, кроме того, вы эти звуки не просто слышите, они резонируют на уровне всех телесных мембран. Поэтому это такой тоже опыт интересный. А расскажите, пожалуйста, вот про те кубики, куда нужно руки запускать и пытаться исследовать мир. Кубиков у нас много. Во-первых, есть серия работ художницы Ирины Наховой. Мы очень гордимся, что у нас в экспозиции представлена Ирина Нахова. Это очень важно для нас художника, и мы очень ей благодарны, что она согласилась поучаствовать в нашей выставке. Работы, собственно, плексиглазовые кубы, куда вы через перчатки засовываете руки, и там что-то вот пластиковая крошка, и вы не понимаете, что там внутри. А там внутри объекты, которые относятся к современной поп-культуре. Ну, например, я могу сказать по секрету, что там есть неваляшка. И вы должны на ощупь понять, что это неваляшка. Вообще, это вторая реинкарнация работы Ирины Наховой. Ранее она была показана в начале 90-х в Америке, и там были вот как бы свои символы поп-культуры, типа Микки Маус и так далее. А здесь вот эта новая история. Можно приходить, руки засунуть, да? Обязательно. Вот руки у нас можно засовывать практически везде. Да, друзья, пока вы собираетесь и приобретаете билеты, можно через интернет-билеты купить? Да, можно. Вот, вот. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, а потом вернемся к разговору. Выставка искусства «Быть», друзья, по-прежнему продолжается, и вы можете сходить, посмотреть, почувствовать, как это там здорово. Вот есть такой интересный нюанс. Я хотела бы сейчас подробнее спросить у Марины. А правда, что люди с особенностями восприятия принимали участие прямо в создании экспозиции? Да, у нас есть в нашей выставке несколько экспозиций, которые сделаны людьми с особенностями развития. Вплоть до того, что одна экспозиция сделана ребенком. Маркус Мартинович, такой молодой, начинающий, известный уже художник, он страдает аутизмом. Ему 12 лет. Там, по-моему, по самой большой популярности пользовалась его белая комната. Она вся сделана в белом стиле. Там обеденный стол, гостиная. И везде надписи «Я здесь, я с тобой». Это слова, которые ему говорит мама в периоды таких паник, приступов эпилепсии. И они ему дарят какое-то спокойствие, надежность, покой. И так он выразил свой внутренний мир. И еще есть студии особой художники. У них есть несколько экспозиций на нашей выставке. Это панно. И там правила поведения на улице. Целая такая серия художественных картин. Тоже они прямо в ГЦСИ, эти художники занимаются и делают вот такие вот произведения современного искусства. Но это выставка для всех. То есть тут и художники с особенностями развития, посетители. И, в общем-то, она интересна будет всем. Я хотела еще, Егора, спросить. Во время постановки перформанса, каково было ваше взаимодействие со слабослышащими людьми? Репетировали-то как, да? Ну, было очень интересно, потому что первые какие-то попытки, пробы происходили без участия переводчика. И то есть... Но при этом я не сказал бы, что это вообще вызывало какие-то препятствия для коммуникации, потому что мы использовали бумагу, собственно, писали записки. И первый человек, с которым мы это опробовали, это Гена Тихенко. И, собственно, он является, помимо всего прочего, еще автором нескольких текстов, в общем-то, на тему ленинградского дела глухонемых. И это... То есть это не просто работа с какими-то нанятыми людьми. Это такая совместная деятельность с теми, кому действительно было как-то необходимо высказаться. по этому вопросу, вот, в том числе и в художественной форме. То есть для меня это очень потрясающий опыт, который очень много мне дал. Мне кажется, вся вот ваша выставка, она потрясающая, можно назвать ее таким словом, потому что вы рассказываете, я понимаю, что там есть какие-то моменты, над которыми нужно думать, да, над которыми нужно задуматься, прочувствовать это, провести через себя. И есть моменты, которые я сравнила вот с совершенно детским познанием мира, да, когда мы по-новому для себя открываем привычные вещи. Я услышала у Егора несколько очень важных слов. Во-первых, это эмпатия. Во-вторых, коммуникация. Мы работаем на то, чтобы двигаться к стене, которая, может быть, нас немножко разъединяет людей с особенностями, людей нормотипичных. С одной стороны, мы экспозицию постарались сделать максимально адаптированной для всех. Вот тот самый ген, о котором сейчас упоминал Егор Рогалев, он нам на русском жестовом языке наговорил этикетки. Например, для глухих людей есть такая возможность услышать, увидеть эту экспликацию, текст, объясняющий произведение на русском жестовом языке. Это очень важно. Но, с другой стороны, для нормотипичной аудитории появляется представление о том, как существует мир за стеной. Очень поэтичная инсталляция Леонида Тишкова, так и называется «Стена». И там, например, один из фрагментов, это довольно большая инсталляция, один из фрагментов, это портрет незнакомки Крамского, знаменитая работа. Но он размыт, он весь такой, даже не импрессионизм, а, я не знаю, еще в большей степени размытости. То есть это то, как видит мир слабовидящий человек. И это для всех нас очень поучительный урок, как мне кажется. Спасибо, да. Друзья, приходите, искусство быть. Выставка продолжается до 6 мая. Давайте еще раз повторим, где это и часы. Адрес улица Зоологическая, дом 13, строение 2, метро Баррикадная, ближайшая к нам. Работа выставки в понедельник мы не работаем, вторник, среда с 12 до 8, четверг, пятница, суббота с 12 до 9, воскресенье с 12 до 8. С четверга по воскресенье работают медиаторы. Билеты можно купить онлайн. На нашем сайте есть ссылки на таймпад, и можно купить билеты легко и безболезненно. Сайт, надежда, назовите. Сайт, ищите РосИЗО в Яндексе, первый сайт будет наш. Итак, Марина Зубова, директора благотворительного фонда «Гольфстрим», Надежда Гура, куратор выставки, и Егор Рогалев, художник, были у нас в гостях. Огромное вам спасибо, вы нам все так, вы знаете, подробно рассказали, что мы с Романом стали чуточку больше понимать современное искусство. Спасибо огромное. Ну и большой привет всей команде, которая вам помогает это делать. Спасибо. До новых встреч. До свидания. Счастливо. Лучшее в стране.